1936 год. Нацистская Германия совершает геноцид евреев и проводит Олимпийские игры. Объявляю 11-й Олимпийские игры в Берлине. Игры новой эры. Открытыми. 1945 год. Германия проиграла войну и была разделена на четыре оккупационные зоны. От главного командования вооруженными силами Германии капитуляцию подписывает генерал-фельдмаршал Кейтель. 1980 год. Тоталитарный Советский Союз проводит войну в Афганистане. Спустя 12 лет Советский Союз проиграл холодную войну и распался. 25 декабря 1991 года Горбачев обратился по телевидению к гражданам распавшейся страны с покаянной речью. Не смог, не справился, ухожу. 2014. Диктаторский режим Российской Федерации проводит аннексию Крыма и Олимпийские игры. Весь мир уже замер в ожидании этого грандиозного спортивного события. И чувствует в его особую атмосферу и позитивную энергию. Давайте откроем матрешку и попробуем разобраться. Что общего во всех этих историях? И сработает ли российская олимпийская мистика в 2024? Право о проведении Олимпийских игр досталось Германии в 1931 году. Право проведения Олимпийских игр Германия получила за два года до прихода к власти нацистов. Пришедший к власти Гитлер был против того, чтобы тратить на это деньги. Но его переубедил отец фашистской пропаганды Геббельс, тот самый, который целенаправленно готовил немцев к войне с Польшей. После бескровной оккупации Чехословакии он направил свою пропагандистскую машину уже против Польши с рассказами о невыносимых условиях жизни немцев в этой стране недочеловеков. О вторжении в Советский Союз говорил так. Германия воюет не с народами Советского Союза, а с еврейским коммунистическим правительством. Германия хочет освободить население СССР от большевистской тирании. Геббельс настаивал, что Олимпиаду можно ловко использовать для пропаганды нового государственного устройства и арийской физической культуры, а также для улучшения имиджа нацистов в мире. И Гитлер увеличил финансирование спортивных объектов с 3 миллионов рейхсмарок до 25. Вместо реконструкции почтового стадиона в рекордные сроки за 3 года строится новый спортивный комплекс на 86 тысяч мест. Один народ, один фюрер, один рейх, Германия. На церемонии открытия Олимпийских игр присутствовало более 110 тысяч человек. Сборная Германии выиграла первое место в командном зачете, что преподносилось превосходство марийской расы. Но главный выигрыш был в другом. Выигрыш в прессе и в политике далеко превзошел все ожидания нацистов. Геббельс впервые за историю игр возродил марафон Олимпийского огня длиной в 3 тысячи миль через всю Европу. А уже в 1939-м через эту же Европу нацисты понесут другое пламя. Через два года Гитлер аннексирует Судет и Австрию, а через три вторгнется в Польшу и начнет Вторую мировую войну. Быстрые победы для немцев сменятся развалом экономики, тотальной мобилизацией, проигрышем и разделом страны. Олимпийская деревня сначала превратилась в госпиталь, а после взятия Берлина в лагерь для военнопленных и допросов советского СМЕРШа. Советский Союз получил право на проведение Олимпиады-80 в Москве в 1974-м. Но годом позже Брежнев стал сомневаться. Леонид Ильич Брежнев пишет следующую записку своему соратнику Константину Черненко. «Стоит это мероприятие колоссальных денег. Возможно, нам стоит пересмотреть этот вопрос и отказаться от проведения Олимпиады». Однако Суслов, главный идеолог партии, четко знал. Для улучшения имиджа СССР в мире такой праздник спорта просто жизненно необходим. Идеологи, вот все эти Михаила Андреевича, Суслова, они почувствовали, что вот оно, вот где можно утверждать это. Начинается практически строительство века. Стадионы, гостиницы, дороги. Потемкинскими деревнями в этот раз отделаться не получилось. Иностранцы будут смотреть вблизи, а не через железный занавес. Раили дома, ремонтировали дороги. Ведь сколько гостиниц тогда было построено. Тогда же была построена и основная башня зла. Прекрасный телецентр был построен. Все, что мы сейчас показываем, говорим и видим, это все идет с того, с самого телецентра. До старта игр оставалось каких-то полгода. Но у людоеда разыгрался аппетит, и он не смог сдержаться. К 79-му на подготовку к Олимпиаде уже истрачено полтора миллиарда рублей, вместо изначально заявленных 300 миллионов. Игры, которых ждет весь мир, оказываются в центре беспрецедентного скандала. Советский Союз вводит войска в Афганистан. США и еще 64 страны бойкотируют игры. Также на страну развитого социализма наложены санкции. Советский Союз — страна большая, с мощной экономикой, богатыми ресурсами. Так что все эти блокады и санкции он уж как-нибудь переживет. По факту на Олимпиаде соревновалась сборная Совка со странами, которые были в орбите влияния. Легко побеждать у тех, кто знает, что если что, то приедут советские танки. В результате Олимпийские игры в Москве, по сути, превратились во внутренние состязания стран с ВОДСБЛОКО и развивающихся стран. Так как основные конкуренты просто-напросто отказались от участия. Олимпиада шла параллельно с первым годом захватнической войны. И санкции Запада не работали. Ведь стоимость нефти в 1980-м достигла своего пика. По окончании игр в небо улетел Олимпийский Мишка. А уже через пару лет к власти в стране придет другой Мишка, при котором стоимость нефти упадет до 12 долларов. И окажется, что нужно всего 5 лет дешевых энергоресурсов, чтобы СССР развалился. Нет больше твоей страны. И присяги нет. Теперь мы наша страна. Что для нас хорошо, то есть справедливо. Олимпиада нужна была и Путину. Не только ради пропаганды. Идеология при этом режиме всегда шла рука об руку с коррупцией. В конечном итоге коррупция и стала идеологией. Путин уже давно путает свою собственность и государство. Для него это все его. Зимняя Олимпиада в Сочи 2014, которую решили проводить в субтропиках, обошлась бюджету России в 50 миллиардов долларов. Это больше, чем было вложено в олимпийские объекты всех зимних олимпиад вместе взятых. А их было 21. Миллиард 200 стоило. Постало 8. Из миллиарда 200 превратилось 8 миллиардов. Молодцы. Хорошо работают. При этом прибыль составила всего 53 миллиона долларов. В отличие от государства, друзья деда заработали, мягко говоря, неплохо. Братья Роттенберг и скромно освоили каждый седьмой рубль бюджета. Они получили 21 подряд олимпийской стройки и заработали порядка 7 миллиардов долларов. И это всего лишь на миллиард больше, чем стоимость всей Олимпиады в Ванкувере. Не берите так близко к сердцу. Это всего лишь деньги. А Владимир Якунин, друг Путина, пока оператива «Озеро», на строительстве и реконструкции железной дороги и инфраструктуры вокзалов присвоил около 20% олимпийских средств. На самом деле главными инвесторами в эту Олимпиаду будут учителя, врачи, военные и пенсионеры. То есть бюджет. Вот он за все и заплатит. В принципе, тогда заработало все близкое окружение президента РФ. Во время Олимпийских игр Россия аннексировала украинский Крым, используя спортивные соревнования как дымовую завесу для мировой общественности. А что российский народ? А ему понравилось. В след за Крымом россияне вторглись на Донбасс, развязав одну из самых долгих и кровопролитных войн в Европе со времен Второй мировой. У нас плосковой ключок войны, нажал я. Как бы ни надувал щеки дед, как бы ни пыжились пропагандисты, как бы ни изворачивался оленевод, война с Украиной несет Россию к пропасти со скоростью курьерского поезда. Такое историческое решение принималось и до нас. Первое такое решение было принято Николаем Вторым, второе решение Иосифом Виссарионовичем Сталином, а мы только реализовали все эти решения. Россия слишком велика, чтобы проиграть? Да, территория тюрьмы народов занимает восьмую часть суши. Только плотность населения составляет восемь с половиной человек на один квадратный километр и продолжает катастрофически снижаться. Тут бы свое отстоять, а не чужое захватывать, подумал бы умный человек. Но деду важны амбиции. А это самое главное. Можно сколько угодно повторять, что экономика России растет, но лапшой из зомбоящика сыт не будешь. Первый в Европе. Мы обогнали ФРГ. Но все-таки доходы чуть-чуть у людей выросли. Начали больше приобретать яйцо, мясо, курицу. А вовремя о том, чтобы открыть импорт, не подумали. Бум, и цены полетели. Армия, конечно же, сильная и большая. Но чтобы она не упала, нужно все время подпирать ее плечом мобилизованных. И судя по коммунальному коллапсу в 43 регионах страны, первыми Шойгу забрал именно сантехников и других работяг. В Новосибирске произошла крупная коммунальная авария, из-за чего жители двух районов остались без тепла. Ночью температура падает до 25 градусов мороза. Сегодня стало известно, что Подольск, где прорвало трубы, за две недели до этого получил премию, внимание, прорыв года. Российское оружие, естественно, аналогов нет. А вот иранский и севернокорейский аналогов нет. Покупается исключительно... В качестве шага доброй воли. В России много газа. Для Китая, но не для россиян. Мерзни, мерзни, волчьи хлопья. Мы замерзаем. Жители выходят с пикетом, жгем дрова, потому что дома холодно, теплее даже на улице. Деталей, из которых вырисовывается конец путинского режима, более чем достаточно. И какой-нибудь Дед Ванга из НТВ точно бы увидел мистическую связь между проведением Олимпиады и крахом тоталитарных режимов. Вот эти на них вибрации. Но все гораздо проще. За последние сто лет в Европе человечество было вынуждено истребить сначала коричневую чуму, потом красную. Пока еще сучит ножками и пытается мелко гадить красно-коричневый гибрид. Но в 2024-м его время закончится. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...